Привет, зритель! Сегодня у нас 9 марта, и сейчас будет второй обзор подарочков на 8 марта, точнее, обзор подарочков на 8 марта, часть 2. Меня что-то задарили шоколадом и просто к чаю приносили шоколад и угощали шоколадом, и дарили шоколад еще шоколадной конфетой. И вот, так скажем так, полноценно первая шоколадка. Там у меня еще есть неполноценная шоколадка, ну, к чаю принесли, там, в общем, у меня много горького шоколада. Я помню, что я его люблю, я помню, что люди помнят, что я его люблю, но как-то, во-первых, я не ожидала шоколад. Во-вторых, ну, потоплю фунтюшки, добавлю молока, молочный шоколад или что-нибудь еще сделаю, фрукты с ним зафигачиваю. Ну, короче, придумаю, главное не забыть про него. Вдохновение классический шоколад выпускается с 1979 года. Кстати, вот такой шоколад мне вообще первый раз, по-моему, дарят. Ну, обычно там с орешками бывает, скажем так, не то, что вы в первый раз, мне давно такой шоколад не дарили. Ну, до следующего года я его, наверное, съем. Темный шоколад Вдохновение классический с хорошим составом 100 грамм. Так, я просила финики. Моя подруга считает, как она сказала вчера, все были бы такие же идеальные, как Люля в этом плане. Ну, знаете, вот вы иногда человека спрашиваете, что тебе подарить, и он начинает мяться. Нет бы сказать честно, да, вот что конкретно там, или деньги, или там вот это, или вот, ну, что захочешь. Вот меня спросили, так как мне на часовой ехать не с руки, не с ноги и вообще. Ну, так вот, чисто за финиками, как-то и неохота вроде ехать на часовой. Далеко это от меня. Я говорю, вы-то все равно, говорю, ближе там живешь к Ашану, чем я, говорю, коробочку фиников. Моя там еще не полная коробочка фиников на кухне, потому что человек принес, человеки принесли, чтобы и так похавать, ну, что-то в итоге только я их вроде ела. А, нет, не только я. Ну, я палочками попробовала финики достать. Мне человеки раскрыли аккуратно упаковочку палочек, тех самых, которыми учатся есть. И я взяла финик, аж три раза, кажется. Потом я взяла малюсенький кусочек шоколадки, подруга постебала, говорит, получится взять. А еще кусочек сыра. И сегодня я еще кусочек сыра взяла утром. Удобно палочками-то, учебными, не знаю как. Сколько времени надо ими пользоваться, чтобы потом смочь без поддержки технической обычными палочками. Короче, вот такие финики, вот таких фиников у меня еще не было. Это вот, ну, именно в такой коробочке свежие финики. Вот. Это там, где светофор, фу, блин, светофор, как он там, в Ашане этот, бывший миндаль. Я просто не знаю, как он сейчас называется. Так. Ладно, чтоб уж совсем еду-то сначала показать. Шоколадку. Вообще, это, как бы это вчера, но вчера я такая уставшая была. Сначала сходила в гости, потом ко мне пришли гости, потом я должна была еще одни гости уйти. Но в итоге я что-то так прилегла на полчасика и понимаю, что меня вырубают. Я вырубилась. И решила, что в гости я сегодня, ну, в смысле, за подарком пойду сегодня. Ну, и в гости тоже. И, в общем, я сегодня куда только не ходила. Кондитерская фабрика 1905 года рождения. Коммунарка. Я, когда первый раз была в Белоруссии, я думала, что коммунарка – это неправильно написанное слово «коммуналка». И вообще это как-нибудь с коммуной связано. В общем, не знаю, как на самом деле. Шоколад горький с начинкой, с пюре, с черной смороди. Традиционное высокое качество. Традиционное качество 1905 года. 8 батончиков по 25 грамм. Бла-бла-бла 200 грамм. Ну, такая вот традиционная шоколадка. Там 8 этих батончиков. Я помню, не такой, а подобный шоколад привозила я из Белоруссии с первого своего заезда туда. Друзьям себе и вообще. Ну, родственникам, как-то сувениры. И тут хороший состав, тут нет пальмового масла. И вообще его мне тётя подарила. Ну, в общем, вот, хороший состав. Может быть, у меня, конечно, лапа слегка дрожит. Ну, корову, в принципе, если вдруг что, вы можете сказать, Лёля, сфоткай хороший состав. Я сфоткаю и куда-нибудь скину. Но я постараюсь его съесть до конца года. Меня ещё долькой угостили похожей шоколадки. Ну, я не знаю, какая начинка, но тоже коммунарка сегодня. Так, теперь у нас пойдёт. Я думала себе купить какую-нибудь солонку, ну, такую, чтобы под соль и перец. Перца у меня нет, надо купить, помолоть будет перец. Или молотый уже купить перец. У меня как бы есть соль. У меня есть солонка советская, допотопная. Я её помыла, она где-то лежит. У меня вроде ещё какая-то солонка супердопотопная советская есть, но совсем маленькая. Она тоже вроде где-то лежит. Я даже не знаю, есть у неё жопку закрывающая штучка. Были какие-то солонки, которые дарили, ну, в общем, маме, бабушке, ещё что-то. Но когда я переезжала с той квартиры на эту, я часть какую-то, ну, кому что нравилось, тем раздала родственникам. Иногда это утаскивали не родственники, без моего спроса. Но это опустим. Я думаю, это много у кого такие есть люди. Короче, я хотела себе какой-нибудь набор для специй. Я думала купить, не купить. Но я как-то никому не говорила, что я такой хотела. Вот мои драгоценные сёстры, помимо прочего, поняли, видимо, что мне, наверное, надо набор солонку с перечницей для специй всегда к месту. Набор объятия. Керамика. 6,5 на 6 сантиметров. И слушайте, они такие прикольные. Вот привидение, привидение. Особенно белое там. Ну, они как бы объятия, всё такое. Красное, белое. Я вот сейчас в ванной была, думаю, оно ж вообще как эти Мика японские. Там у них красно-белый, такой прикид. Я, правда, не помню, связано ли это как-то. Вот ещё этот красно-белый мультик какой-то смотрела. Там какая-то девочка была вот, ну, между тем миром и этим миром. Там вот вроде эти цвета были красное-белое, если не путаю. Ну, в общем, символичненько так. Привидендица. Ну, они же привидендица. Одно такое с глазами, а другое такое ещё что-то воет. И они вот тут затмуты. Я сначала они сразу догнала, думаю, как я пальцем-то это достану. А оно вот... Сейчас достану. Короче, это потом засуну обратно. Ну, их. Каёбочка. А ещё полотеночка красивая, мяконькая, голубенькая, с розочками, с вышивкой. Сейчас я даже гляну при вас. О, и можно черепушка вытирать. Хорошая мяконькая, волосатенькая полотенечка. Ну, в смысле, махровенькая. Вообще люблю махровые полотенечки. Жуть как. Очень нравятся мне махровые полотенечки. Вот. Голубенькая полотенечка. И полотенечка. Вот, кстати, такие мне тоже нравятся. Только крупную клетку, по-моему, первые в жизни вижу. И тут ещё такая штуковинка с колеронками, со всякой требухой, розочками. А это у нас, ну, руки вытирать, допустим. Потому что на кухню такое как-то жалко. Полотенце вафельное, коралловый. Узбекистан. Хлопок. Ботя. Большой такой полотенечка. Отличненькая. Так, как-то оно тут было сложно. Уберу пока, потому что мне вроде ещё на Новый год мне дарила тётя полотенечко. Я там какое-то себе покупала. Короче, много у меня полотенечков. Мне ещё маленькую денежку подарили, а ещё в довеску вот такое сердечко дали. Те, которые я сегодня угостили шоколадкой. Может, его куда-то можно повесить. А ещё я про такое слышала, я такое видела, я даже такое хотела, но как-то руки не доходили. И вот есть люди, которые, наверное, думают, ну, как бы умеют считать мысли. Смотрите, какая досочка хорошая. На ней стрижёшь, и сюда спадает. Я сейчас её даже распакую. Очень близкий родственник подарил. Распаковка досочки. Доска разделочная. вот эта бумажка. Слушайте, я думаю, что-то на левшей рассчитано. Хотя, наверное, и на правшей, если по-другому. Такая доска для всех. И на левшей, и на правшей. Прикольная. А, вот что, я поняла, вот эти же лобки, это что-нибудь такое резать. С него течёт, сюда затекает. И вот оно, вот так вот. Камера передаёт, потому что свет потолочный ближе к оранжевому, более такой оранжевый. Но она красная, хоть и из доли оранжевого. Короче, это как бы красный, разбавленный, соответственно, жёлтым. И ещё чуть-чуть, если добавить жёлтого, или белил жёлтого, жёлтого добавить, то вот оранжевый. Но на самом деле она всё-таки красная. Такой тёплый, красный. Хотя красный сам по себе и так тёплый. Вот такие у меня подарочки. Всех с прошедшей 8 марта, даже тех, которые, ну, пусть будет всех, да? Мало ли там какой-нибудь дядя в душе, тётя. Бывает же. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.